Добрый ранец! Информационная служба телерадокомпании «Гомель» начинает свою работу в эфире «Устуды» для вас працуя Евген Пабалавец. Старшиня Гомельского облвыконкам Владимир Дворник сегодня наведает Хойницкий район. У якости делегата 5-го Усебелорусского сходу янцустренеца с простовниками громадскости под обязанностью в наших наступных выпусках. Мазырский район другий год запр занесенный на республиканскую дожку гонору, як переможца споборництва у сферы социально-экономичного развития. На пытание слуха от шоу про мым эфиры радиостанции «Гомель плюс» отказывал старшиня Мазырского райва конкама Евгена Даменко. Сорот переможца у республиканского споборництва у номинации «Будовництва» открыты акционерно-товарыства «Мазырский домобудовничий комбинат». У номинации «Сельская господарка» — державное предприемство «Савгазкомбинат ЗАРА». Открыто акционерно-товарыство «Беларуськабель» у номинации «По экономии энергоресурсов». У отповедности с решением Гомельского областного выконавшего комитета от 19-го кроссовика 2016 года на дожку гонору Гомельской области так само занесены. У номинации «Лепшая промысловая организация» открыто акционерно-товарыство «Мазырский нафтопереплацовший завод» и открыто акционерно-товарыство «Мазырсоль». У номинации «Лепшая организация газовой господарки» — вытворшее управление «Мазыргаз». У номинации «Лепшая организация сельской господарки» — державное предприемство «Савгазкомбинат ЗАРА». «Тяжелее удержаться, но я могу сказать, что за 2014 год наш район занесет также на республиканскую доску почета. Мы удержали свои позиции и приумножили их. И сегодня самое главное — это работа, это производство продукции. Не ради производства продукции, а самое главное, чтобы эта продукция была качественна и снижение затрат на ее производство. Вот над этими слагаемыми работают наши коллективы предприятий. В первую очередь, это модернизация предприятий, инновации, инвестиции. Если продукция будет качественная, дешевле стоит, то она будет востребована и в Республике Беларусь, и за ее пределами». Протягиваются встречи делегатов 5-го Усебеларусского народного схода с працованными коллективами. Местом черговой размовы стала Гомельская Ириненская гимназия. С работниками установы эдукации встретились сразу четыре делегаты. Депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Олена Стапюк, предприниматель Алексей Троцяков, урач областной психиатричной больницы Рустам Ляуковский и старший инспектор Новобелевского отдела внутренних справ Сергей Жуков. Как было отзначено на начале встречи, каждый беларус должен видеть близкую и далекую перспективу развития краины. Минавито про это шла размова. Гости огучили педагогам основное положение черговой пятигодки. В приватности до 2020 года в нашей стране плануется вернуть рост экономики. На 10% повысить реальные грешевые доходы граждан, снизить ставки по кредитам до 9-11%. Так само в бегущем пятигодце треба створить полноценный электронный урад, поширить выкористание сучастых технологий у школах. Планируется в этой пятилетке обеспечить беспроводным интернетом все учебные заведения школы в Беларуси. И для составления учебников, чтобы лучше воспринимались и решались, учебники должны составляться не академиками, а именно учителями школ. Пытание на рахтовки других материальных ресурсов зараз востро стоить не только перед регионам, а и перед краиной в целом. А вырешить его может допомогать каждый из нас. Как это сделать? Отказ шукали на посаджении Гомельского гарва Канкама. Подробностей у Марины Северьяновой. Зараз на ура, те, кто сдевится, коли на работе, в школе, альбо навод в детячем садку, вас попросить принести макулатуру. В опошние годы это особливо расповсюджено. По-перу, сбирают и окажут все громадой. Для никого это не совсем взручный обовязок. Некто ж займается такой корыстной справой, навод за зартом. Ну, те складаны, например, завести особный пакет для сметки, в котором можно складать только макулатуру. Коробку адовсянки, те списаны в Ушневский сшиток. А потом отнестся в специальный контейнер. Их у Гомеля около трех тысяч. Все лето заявится еще омаль две сотни. Это просто для каждого из нас. А вот заводская сортировка твердых бытовых отходов – процесс совсем не простым. Осуществляется сортировка коммунальных отходов и дальнейшая доработка для технологического сырья на экспериментальном сортировке в биомеханическом заводе бытовых терричных ресурсах города Гомеля, где происходит сортировка отходов по виду. За пять месяцев 2016 года обеспечено извлечение порядка 25,4%. Или 5,9 тысяч тонн ВМР из последующих 23,2 тысяч тонн коммунальных отходов. Для сравнения, макулевое процент извлечения составляет 11,6%. В Бресте 16,5%. А кроме того, как нагадать об необходности сбору макулатуры, проводятся конкурсы и акции. Например, помеж классами и навод школами. Стать лепшим у научной установки классам по сбору папиры – это для детей особый гонор. Как вядомо, кроме спортивного интереса, организаторы не забывают и об материальном захвачивании переможцев, и не глядяши на разностайные меры, до необходных тонн – еще далеко. Проведенные мониторинги издевили. Некоторые организации не отримали распоряджение сбирать макулатуру. И иншие при матью делу в этой справе уволю отмовились. А широк нарыхтовочих предприемств продавал другосные материальные ресурсы за мяжу. Следует отметить, что отдельные предприятия и частные формы собственности выявлены недобросовестной работой. Так, Туник, работая с крупными торговыми объектами, Юнифуд, Ауни, макулатуру, поставляет не перерабатывающие предприятия на республике, а за пределы республики Беларусь. Что тем самым влияет на невыполнение его заказов. На неоднократные указания ситуация не изменилась. По такой же схеме работала и вторая материала 1, которая забирала макулатуру у белого юриспена ГИПА. В результате проведенных переговоров на выездном мониторинге Белый Велизден расторгли договор с торматериалом 1 и по результатам тендера заключили договор с ООО «Мусорсор». Як вядома, паперовая продукция, якая вырабляется с другостных материальных ресурсов, больштанная и экологично чистая. И не треба забывать, что при отказном подходе данной рыхтовки макулатуры и раздельного сбора сметки усех нас, от школьника до керавника, мы сбережем самый каштонный ресурс Беларуси – наши лясы. Марина Северьянова, Игорь Марисченко, Тейлера, ДО «Компания Гомель». Праца депутатского корпуса Гомельшины николи не обмежовывалась только законотворшим процессом и завсюду имела выразную социальную накерованность. До депутатов идут с масштабными пропановами и своими житевыми проблемами. У вынику выражения знаходят в питании как конкретных граждан, так и целых микрорайонов. Об работе депутатов на одном прикладе расскажет Ганна Ковалева. Сесть всей семьей за один стол – у нас такого понятия нет, потому что места очень мало, и буквально получается, что мы с мужем кушаем в одном месте, половина детей, здесь только трое могут сесть за стол здесь, и половина детей кушают в комнате. Дина Шараева показывает свою невеликую жилплощу. Восьмерок с детьми и мужем я наживил у двухпокаевых квартир, до заявления, какой жилье доводилось издымать. Тут же жемодетная семья тулится опошней шесть годов. В 2014-м Шараевы подали документы на отримание льготного жилья. Правда, в этой весной рух Чарги практически вспынился. Зрушить ситуацию с места допомог депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь, пятого скликанья, член постоянной комиссии по праце и социальных пытаниях Олег Левшуну. И литерально просто два месяца жемодетная семья отримала духа чака на подарунок. Я хочу принести огромную благодарность Левшунову Олегу Федоровичу, его команде. Искренне спасибо. Ну, конечно, уже все. Уже можно с надеждой смотреть в будущее, понимать то, что государство является гарантом для многодетных семей. Двух и трех покоевые квартиры в этих домах по улице Жамчужная уже чакают своих новых господаров. Ключи от жилья Шараевы отримают уже в Жнивне. До речи, люди, которым в свой час допомогли депутаты, не за все дозвертаются за этим сами. Частяком инициатива заходит сверху. Так отбулося с ассоциацией семью и дяти инвалидов с ДЦП и патологиями спинного мозга, члены, которые не просили в допомозе, а имели потребу ее и не чаканно для себя все же ее отримали. Семья Сорока Никиты получила вертикализатор. Это приспособление для ребенка, который не может самостоятельно стоять. Семья Кадыш-Дарий получила прогулочную коляску, которая для нее очень важна, так как девочка не передвигается самостоятельно. У нее очень тяжелая четвертая степень поражения здоровья. Благодаря этому мама может вывести ребенка теперь на прогулку. В Ирошене знаходят проблемы не только конкретных людей, а и целых микрорайонов. Так завершить в удовництвах этой дитяшей поликлиники стало макшимом у самые короткие термины. Теперь медицинская установа для маленьких же хороу 17-го микрорайона Хомеля находится у кроковой доступности. Было очень неудобно, потому что мы относились к поликлинике, которая находится на Победе, естественно. Добираться было не очень удобно, так скажем. Сейчас, конечно, намного лучше. У нас педиатры замечательные, мы очень довольны, нам повезло. Меня поддержали избиратели, доверили, и я стараюсь оправдывать, как депутат Палаты представителей, то, что давал наказ в своей программе. И мой слоган, он был, он и остается. Слово «держу, дело, делаю», слышу людей и работаю для людей. Ганна Ковалева, Яугин Макеенко, Телерадо, компания «Угомель». Размова с депутатом Палаты представников национального схода Республики Беларусь пятого скликания членом постоянной комиссии по праце и социальных пытаниях Олегом Лешуновым поддя сегодня у программе «Дайалог». Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 18.01.50. Свои пытания вы можете задать, потелефоновавши по номеру промого эфира «Угомеле» 77 68 45. Выпускники учебного центра Министерства внутренних справ Республики Беларусь, які будуть проходить службы на территории в области, сустрелись с керавнистом управления внутренних справ Гомельского облаканкама. Перед отправкой у своє подразделения я не отримали каштовные парады и рекомендации. Усяго шереги областной милиции пополняць 11 супрацовников. Керавники управления внутренних справ Гомельского облаканкама упевнены, что в будущем кожный из присутных станет саправдным профессионалом. К этому будуть садельничать большевопытные коллеги, які обовязково поделяться с молодым пополнением своими практичными ведами. Так само выпускникам учебного центра пора или николи не спыняться над досягнутым, а за все дымкнуться профессийно развиваться. Глаза горят у сотрудников, есть желание. С нашей стороны, со стороны кадровых подразделений, мы постараемся обеспечить их плавный вход в коллективы, постараемся обеспечить и решить вопросы проживания, оказать помощь при вхождении в должность, закрепим наставников. Купаля широко означает у Гомеля. Мероприемства, присвященные святу летнего солнцестояния, пройдут сегодня на трех пляцовках в областном центре. Организаторы подрактовали цикавую программу с народными обрадами и традициями, а так само сучасными забавами. Концертные программы, театрализованные шоу и гульни. Традиционно гуляни пройдут на озере Любинске у советском районе Гомеля. В Чигуночном районе Купаля будут означать на каскаде озер микрорайона Гомсельмаш, а в центральном – на каскаде озер по улице Макайонка. Хутко вызначится переможец областного этапа республиканских споборництв по футболу скоранный мяч у старейшего взрослого группы. Турнир проходит на стадионе с Дюшар-8. Не так давно вызначились команды, которые проставят Гомельскую волбость у республиканским финале у молодших и средних взрослых категориях. Зараз настала черга флопчиков 2002-2003 годов на роджение. Удельников поделили на две группы. У группы городов споборництвы 9 команд, у группы районов – 11. Пераможцы сгуляют помеж собой в суперфинале. Команда, яка станет мацнейшей и отправится на республиканский финал скоро на Ухамедша, и он отбудется у вересни. Особливость турниру – удельники не повинны займаться футболом у специализованных секциях. Это споборництву за все добыкликает великий интерес у детей, и проблем с тем, как собрать команду, нема. У ребят огромное желание, то есть никого не заставляем, все добровольно, молодцы, участвуем. Вот участвовали мы командой советского района 2006-2007 год, выиграли по группе городов. Сейчас вот пришли участвовать старшей командой. Еще раз повторяю, ребята с огромным интересом, желанием идут и участвуют в этих соревнованиях. Это все новины на этот час. За развитием подействий, сочетайте по наших наступных выпусках новинов. У студии працавал Явген Паблавец. До сутрича у эфира.